Сегодня я хочу рассказать про каменный уголь, про то, как энергия молнии, то есть 200 миллионов вольт, будет выходить от человека к атмосфере, но при этом человек не умрет, но энергия, которая вылетает от волос, она будет омолаживать человека. Сегодня я хочу рассказать об этом. Итак, вот перед нами пласт каменного уголя. Это каменный уголь в разрезе, то есть она поверхность земли, это нижняя, это верхняя сторона, ну или наоборот, вот так. То есть точно непонятно, вот это битум, вот чистый битум, и между ними вот вулканический пепел. Ну, тут главное, между этими прожилками есть кусочки древесных углей. Ну, а она, ее много, вот где там, где поверхность, вот, где-то здесь на поверхности должен быть этот. А где эти, вот, белые прожилки, там есть этот песок, вот, вот песок, вулканический песок, это каменный уголь. Ну, потом она вся разламывается, трескается, вот, вот на такие куски. Потому что у нее много метана, и летом, когда наступит лето, весь этот уголь, она разломится, потому что весь метан улетучится. И тогда этот каменный уголь, ну, станет как маленький песок. Все развалится. Про сотворение мира вы можете посмотреть на моих видео. Ну, а сегодня я хочу подчеркнуть о том, что энергия, которая распространяется по поверхности Земли, над поверхностью каменного уголя, она безопасна для человека. Если энергия молнии 200 миллионов вольт, она распространяется по поверхности Земли и выходит от человека. И потому что вся Земля является, как бы, уже с энергией, например, дерево, там, корова, бык, все они находятся в энергии. Потому что если человек будет трогать, ну, как бы, другого человека, такого удара не будет. Будет только этот вывод энергии от волос, волосы дыбом, и энергия будет, как бы, отрицательной, будет только атмосферный воздух. Именно атмосферный воздух, что является, ну, безопасным для человека. Это только для одной цели, чтобы от энергии человека выходил плюс, минус входил, а минусовые энергии, они втягивают к человеку водород, катион водорода. Это атомарный водород, который образуется над каменным углем. Когда древесные угли намыкают в воде, и через них проходит напряжение, высокое напряжение, 200 миллионов вольт и где-то 200 тысяч амперов. И эти амперы замыкают древесные угли, и поэтому, как бы, происходит выделение водорода под землей, ну, под ногами. И чтобы человек не умер, у человека ноги короткие, а чтобы корова не умерла, у коровы имеет копыта. Про это тоже можете посмотреть у меня, видео, на моих видео. Так, ну, таким образом, как бы, изолятор молнии – это реальность, которая реально работает. Такие места в земле существуют. Вот, например, в Америке, я знаю, там в некоторых горах происходит, как бы, изоляция энергии. Вот, в Библии говорится о таких изоляциях энергии, ну, когда происходили свечения, и происходили свечения человека. Вот, есть еще места здесь у нас в Чуропче, где ночью происходит свечение человека, свечение растений. И эти места пока я точно не нашел, ищу, в этом году тоже пойду искать, в этом, в 2017 году, летом пойду искать. Там тоже, в моем канале вы тоже можете найти про это место, как я рассказываю про изолятор молнии, там же, на самом изоляторе. И теперь, в конце видео, я предлагаю посмотреть мои видео, где от человека энергия выходит, и человек светится, ну, свечение человека происходит. И предлагаю видео моих друзей, где они сделали точно такой же генератор, как мой аппарат омолаживающий на умножителях. Это, у них аппарат, все верно сделано, потому что энергия от умножителей, она, как бы, дает энергию в атмосферу. То есть, энергия уже, ну, как бы, свободная энергия, она распространяется во все эти стороны, в воздух. Например, Маркс-генераторы, они, как бы, замыкаются между собой, и это является замкнутой сепью. Ну, энергия, как бы, замкнутая, она не свободная. Ее нельзя использовать, как бы, для освещения, ну, там, в ночи, там, в темноте и для омоложения. Ее нельзя использовать, а умножители можно. Также нельзя использовать генераторы Тесла в катушке. Они высокочастотные, поэтому их высокое напряжение, она, как бы, переменная. Поэтому она не может создавать, как бы, втягивание катионного дрода, пульсового дрода от ног человека к волосам. Ну, чтобы стимулировать кровь, чтобы человек омолаживался и не умирал. Итак, представляю вам новые видео моих друзей.